Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский Ляоян, 27 мая Меланхоличный китаец боится оскорблений, как иные брезгливо боятся мышей. И когда я слышу, как иногда грубо, кичливо, чванливо оскорбляют этих деликатных людей, мое сердце так сжимается от боли и горечи, как будто оскорбляют меня самого. Ради Бога! Не верьте тем, которые будут уверять вас, что это так и надо, что китайцы своей двуличностью заслуживают этого. Это неправда. Наряду с хунхузами, которых очень мало, громадное большинство китайцев заслуживает всяческого уважения. В 1898 году я плыл по Ялу, Ялуцзян, 400 верст и был в полной власти 15 таких китайцев. От Устья Ялу до Порт-Артура я был еще в большей зависимости. Я первый, проехавший этим путем из Владивостока в Порт-Артур, когда уже поднимался Большой Кулак. Примечание. Большой Кулак, по-китайски, да, цюань. Название, вероятно, самого известного, хотя не единственного, как сказали бы мы сегодня, военно-патриотического общества, члены которого сражались против формально мирного завоевания Китая иностранцами. По-прежнему упорно полагающиеся на так называемые традиционные, но китайские ценности общества было не способно дать отпор более развитым государствам Европы, Америки, а также Японии, ни в военном, ни в торговом отношении. Иностранные компании массово получали концессии на разработку природных ресурсов, организацию пароходных компаний, постройку железных дорог, организацию телеграфа, что приводило к обнищанию огромных групп населения, которые занимались традиционными промыслами и становились таким образом ненужными в новых условиях технического и экономического прогресса. Точно так же, как в конце XVIII века Россия, Германия и Австро-Венгрия поделили между собой Польшу, а затем англичане и европейцы поделили между собой Африку, Россия, Соединенные Штаты, Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония делили между собой Китай, как в территориальном, так и в экономическом отношении. Локальные восстания представителей разных обществ Хундэнджао, Дадао, Шаго, Баого, Шагуй и самого общества Большого Кулака Датюань, которое со временем стало называться Ихэ Тюань или Ихэ Тюань, кулак правды и согласия, превратились в действительно народное восстание китайцев против иноземной экспансии, равно как и потакающей ей и погрязшей в коррупции власти, так сказать, родной Цинской империи. Для подавления восстания был организован альянс восьми держав, к которому со временем примкнула и сама китайская императрица Цэй Си, правившая с 1861 по 1908 годы, своеобразная королева Виктория а-ля Шиньва. Make no mistake. Входившие в альянс восемь государств вовсе не были союзниками. Скорее, на какое-то время у них появились общие интересы. Активизация деятельности России на Дальнем Востоке не могла не привести к столкновению с интересами Японии и Великобритании. Выяснение отношений на поле боя было неизбежным. Осознавая это, Россия форсировала строительство китайско-восточной железной дороги и ее южно-маньчжурской ветки от Харбина к Порт-Артуру, Япония со своей стороны прекрасно понимала, что создав это важное продолжение или окончание Транссибирской магистрали, Россия получит возможность беспрепятственно перебрасывать самые разнообразные ресурсы как к побережью, так и к территориям, находящимся в сфере японских интересов, в том числе оборонительных. Поэтому для получения концессии на строительство восточной китайской железной дороги правительство России охотно отвалило взятку в 1 миллион рублей одному из самых влиятельных сановников Цинской империи, равно как и дополнительные 600 тысяч за право распоряжаться на Квантунском полуострове. Одним словом, изучайте историю, и это поможет вам предсказывать будущее без всяких гадальных карт. Правда, ничего хорошего в этих предсказаниях не будет. Ну а само восстание сегодня называют и хэтуаньским восстанием, или же восстанием боксеров, потому что европейцы, которые тогда ничего не знали о восточных единоборствах, сравнивали китайских повстанцев, владеющих боевыми искусствами, с более понятными им боксерами. Все было построено на честном слове. Весь я со своими деньгами и имуществом был в полной власти моих проводников. И я, и деньги остались целыми. Я употреблял все усилия заслужить их уважение, быть приличным среди этих знатоков приличий, старался не быть варваром. Мне выгодно было так поступать. Выгодно это нам всем, и этим мы победим лучше, тверже, быстрее, чем оружием. Победим даже хунхузов. Вчера я слышал от Сергея Ивановича трогательный рассказ, как маленькая шестилетняя девочка предохранила нападение нескольких сотен хунхузов. Русская девочка в окно увидела своего боя, бросилась к нему и стала целовать его. Китайцы, которые до безумия любят детей, никогда их не наказывают, забыли о своих ружьях. Они целовали девочку, она целовала их, бою разрешили поступить опять в дом, с которого сняли осаду. Вот она, маленькая Жанна Дарк, предтеча иной силы, величайшей силы, силы любви. Я уверен, что при иных отношениях китайцы смогли бы заменить нам рекогностировочную службу так же, как заменили ее у японцев. Местность, гористая сама по себе, не годится для кавалерии. О какой кавалерии может быть речь, когда по два в ряд с трудом проходят по горной тропке, обстреливаемой как угодно, и сверху, и с боков, и с таких мест, где только пеший может пробраться. Поэтому соединенный конный и пеший отряд, как у японцев, достигает больше цели. Как я писал уже, такой отряд и в случае встречи с конницей неприятеля наносит большой вред, кавалерия отступает, а пеший отряд отстреливается из-за прикрытий. Наши разведочные разъезды на первых порах принимали такие отряды за значительные силы, и получалось вследствие этого неправильное представление о количестве врагов. Второй помехой наших отрядов служит население. Пока наш отряд ищет врага, каждая китайская деревня, через которую он проходит, уже зажигает костры. Какой-то счет особый этих костров. Один, два, три и более. По их количеству, японцы уж точно знают, какой силы отряд и куда он направляется. Знают и готовят ловушки. Только не человеческая энергия и находчивость, да скобелевское счастье обоих военачальников, генерала Ренненкамфа и генерала Мищенко, спасают дело. Примечание. Павль Георг Эдлер фон Ренненкамф, или же Павел Карлович фон Ренненкамф, российский военачальник из эстонских немцев, в 1901 годах участвовал в подавлении уже упомянутого Ихэтуаньского или же боксерского восстания в Китае, в Русско-Японскую войну, в описываемое Гарином Михайловским время, командовал за Байкальской казачьей дивизией, участвовал в подавлении восстаний так называемой Первой русской революции 1905-1907 годов. Во время Первой мировой войны, несмотря на то, что был этническим генцем, воевал против Германии на территории Восточной Пруссии. После февральской революции сначала арестован и помещен в Петропавловскую крепость, затем отпущен на свободу и уехал в Таганрог на родину своей жены. Здесь был вновь арестован уже большевиками и за отказ от сотрудничества ему предлагалось возглавить воинские части, по личному распоряжению Владимира Антонова-Овсеенко был расстрелян. Сам Антонов-Овсеенко, активно участвовавший в реоккупации Украины и так называемом установлении советской власти на Украине и возглавивший кровавое подавление Тамбовского восстания против большевиков, был расстрелян в 1938 году. В отличие от генерала Рененкампфа, был реабилитирован посмертно в 1956 году. На днях был такой эпизод с отрядом Рененкампфа. Сперва днем сделали привал для обеда в китайской деревне. Офицеры только что расположились у китайской часовни, как вдруг из соседних склонов сперва прогремел залп, а затем началась стрельба пачками. И все выстрелы направлены были прямо на часовню, где расположились офицеры. К счастью, никто не убит. А вечером расположились на ночлег перед перевалом. Выслали караул по дорогам, но в сторону на обрывы с лошадью не проедешь. Вдруг ночью пальба, и очевидно стреляет большой отряд. Первое движение – движение паники. Генерал Рененкампф отдает приказание, рассыпается цепь. Он говорит, обращаясь к окружающим, будем кричать «Ура!». Музыка, «Ура!», ликование какое-то сбивает с толку японцев. Очевидно, подкрепление пришло. И они отступают. А казаки, конечно, не теряют времени. И отряд под выстрелами взбирается на перевал. В результате всего два раненых. При других условиях китайцы могли бы и нам также помогать. Например, помимо содействия местного населения, это пехота при кавалерии. Ведь китайцы такие же прирожденные рикши и дженны рикши, как и японцы. А мы, русские, слишком массивны для этого и в своих равнинах. А тем более здесь, в горах, где легкие движения вырабатывались сотнями поколений, где люди вследствие этого бегают, как лошади и собаки. Что нужно, чтобы привлечь китайцев? Вежливое обращение, расположение и деньги. Даром никто не работает. И от грубого человека никто в восторг не придет. А тем более деликатный китаец. С его точки зрения, это варвар. И охота ли садить его себе же на шею, да еще кон аморе? Этот взгляд уже установлен в армии, а иное отношение встречается уже только как единичные случаи. И перемена уже большая. На днях еще смещен один из пограничных стражей, по донесениям которого все как-то выходило. Бунт, необходимость усмирения, ликвизиции, появление людей, как будто в европейских плащах серого цвета. Нет никакого сомнения, что при той стройной, настойчивой дисциплине, которая царит в войсках, при ясно очерченном направлении, нет сомнения, что в конце концов мы можем приобрести в лице китайцев друзей. А что направление именно такое, доказательством тому служит хотя бы такой приказ, напечатанный в сегодняшнем номере «Вестник Маньчжурской армии». Распоряжение генерала-дютанта Куропаткина в передовые отряды. Если бы в делах с японцами в наши руки достались убитые, раненые, пленные, требую выказывать полное уважение наше к храброму противнику, мертвым оказывать воинские почести, раненых устраивать так же заботливо, как и наших. И если таково воспитательное значение войны, то я согласен с Жоржу Занд, которая в своем предисловии к Яну Жишке говорит «Война необходима для развития обществ и воспитания истинной религии. Без войны нет умственного просвещения, нет вопросов, которые не осветились бы ею. Чтобы выйти из варварства, наш род должен был бороться всеми средствами варварства. Борьба, смерть, кровавый бой, уничтожение. Так решалась задача. Иначе история была бы только глубоким, вечным мраком». Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok